До массового жнива приступили 11 районов Витебской области. Намолочено больше за 3000 тонн сбожжа. Уборку ураджаю 2017 сегодня обмерковали на республиканской селекторной нараде, якую правил президент Беларуси Александр Лукашенко. Про стан справ на палетках у режиме видеосувязи ему поведомили керовники регионов. Подробязности увольги Шмаргун. То, что все летнее жниво не будет простым, специалисты зрозумели еще весной. За надворье сунулись термины и поселной, и воспевание ураджаю, и уборочной. Зараз она споздняется день на 10. Кабу сгодней дейни уладов и керовников на местах, наибольш важные моменты селетнего жнива обмерковываются на самом высоком узровне. Президент забороняя наракать на надворье, загадывая максимально активизовать работу и завершить жниво устисленные термины. Дедлайном объявленная дата 20-го жнивня. Однако на Витебшине про массовую уборку сбожжевых говорить, поколь не приходится. Жниво подшали только в полове районов. Процуют выборочно, только на легкой пяшчаной хлебе. А летость на гэтую дату хлеб был убраны амаль с пятой частки площадки. Зато ураджайность селета выше амаль 36 центнеров с гектара. Собрать с палетки у Витебшины селета плануют не меньше за 1 миллион 100 тысяч тонн. Хлеба выросли неплохие, особенно восточная территория. Дубровинский, Оршанский, Толочинский район, собственно, до Полоцкого района. Западные районы ситуация гораздо хуже. Неурожайные поля в западных регионах на яровых площадях. Очень много площадей повымыкало. Буквально 3-4 дня по спелости зерновых Витебская область вступит уже в фазу массовой уборки. Основная задача – собрать ураджай худка и без стратов для этого необходная справная техника. Ее готовность у господарка в области усяго 85%. Проблемы с ремонтом комбайна у комитет Держконтроля выявил у некальких районах в области. Не на ходу 2,5 сотни машин, навод у самых передовых господарках. У Сенинским районе причиной такой неподрыхтованности даже не ва называют недохоп рабочих рук. Аграры просто не могли разорваться помеж некалькими видами работ, якие довелось рабить одночасово. С одной стороны стояла заготовка кормов в оптимальные сроки, со второй – подготовка комбайнов. Видя вот эту степень созревания, пришлось рискнуть. Да, я понимаю, виноваты, не выполнили поручения Совета Министров о подготовке комбайнов. Но есть некоторое оправдание. Но сейчас 2-3 дня, все будет готово. У Сельгазпортприемства Рубяжница Лезненского района с 9 комбайнов сёння на линейце готовности 7. Рамонт техники активизовали якраз пасля приезду специалистов держконтролю. Яны убачили тут неадрамонтованные комбайны и зернесушильные комплексы. На ситуацию поуплывали. Однако это не одна актуальная проблема. Необходно ясче забеспечить запас палева. Вот на сегодняшний день в хозяйстве вообще нет топлива. Только для минимального количества для осуществления именно своих работ, которые внутри хозяйства мы должны осуществлять. То есть обеспечение животноводства, кое-что по растеневодству сейчас делаем. Поэтому топливо уже надо, чтобы было в хозяйстве. Выделили топливо на уборочную, то дальше на пасевную, на вспашку уже будет проблемно заправить технику. Заправить трактора, заправить пасевные агрегаты уже будет проблемно. Палевная проблема, как высветлилась подчас республиканской селекторной нарады, агульная амаль для усих районов Витебской области. Для обеспечения области потребность на уборку урожая и севозимых составляет на август месяц 21,7 тысяч тонн. За счет собственных источников где-то будет закрываться порядка 11 тысяч тонн топлива дизельного. Остальные рассчитываются на выделение товарного кредита. Подчас селекторной нарады губернатор уносит свое пропонованное ГТКОНТ и просит вырешить питание на самом высоком узровне. Конечно, необходимо порешать вопросы топлива в рассрочку и, естественно, удобрения. Потому что за один месяц физически и финансово просто это очень сложно и даже зачастую невозможно решить. Топлива в области, подчеркиваю, не в хозяйство конкретно, а в области запас топлива, не снижаемый, должен быть недельный. Президент Беларуси загадал не допустить страту подчас селетнего жнива, максимально эффективно выкористовывать зернесушильные комплексы, не забываться про нарыхтовку кормов. Александр Лукашенко избирается особисто проконтролировать ход уборочной кампании на Витебшине подчас своего визиту, який попереднее запланованный на сяре дзину жнивня. Вольха Шмаргун, Станислав Дудин, Леонид Табола, Новины, Витебск.